hello my darling с вами симона и мы с вами продолжаем играть в эту милашную прекрасную игру которая называется сонгу внуну и мы продолжаем идти крылатой горе с нашим огромным древним другом последним в своем роде единственным так подождите это надо сразу прикончить вот это да это надо сразу прикончить я этот а ну слава богу мы хотя бы я не промахиваюсь говорит ну конечно за себя правда говорила на то что я на промахивание штату анивии я вот думал а сама анивия большая я думаю то что я вижу да и ничего просто небо и большую я понял ух ты вот они такая же большая как небо короче мы значит тут ходим и пытаемся искать не то крылатую гору не то сердце синевы не то маму не то кого вообще еще неведомо кого и правильно идут хоть надеюсь что да хотя нет я как будто бы назад вернулась просто на второй путь сюда же а то есть это все таки ускоряет нас вот тяжело с ускорением понять что нет меня к этому жизнь не готовила боюсь ты что смеешься давай быстрее как да все хорошо мама мы все это собьем мама прикол а мне в детстве нравились кстати такие игрушки потом что-то случилось блин блин прыгнуть не надо блин надо было надо было взорвать эту фигню блин блин нет ничего хорошего а зачем блин опять я пропустила мы мы помрем мы сейчас помрем вы понимаете это сейчас будет не так мило уже как могло бы быть еще я не знаю конечно как это все ой какой крутой поворот а я я и слишком крутой а с самого начала здрасте ну ладно возможно у нас будет шанс по-человече пройти не надо быстрее я и так не успеваю реагировать на вас тише 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 а что музыку а куда музыка делась зачем зачем ты ускорился давай стреляй стреляй ё-моё слатье господи так подпрыгнули на этом подпрыгнули на этом попались так вот тут прямо поедем допустим да где-то нам надо круто повернуть да я прыгнула я прыгнула так не честно и музыку убрать убрали почему это для лохов кто с первого раза не прошел короче теперь будешь как унылый чмошник без музыки кататься блин тут нам какое-то ускорение придали мне не нравится не понимаю в какой момент надо прыгать обгоним ветер да стреляй вот такой ты меткий только ты почему-то не стрелял когда я просила тебя стрелять ну пипец так все окей да ты не промахиваешься а я промахиваюсь так окей хотя бы здесь мы у нам не вломили это супер значит едем 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 как же тут когда же тут надо прыгать то о-о получилось ускорение не надо было это мне не нужно было я я это не выбирала я это не просила не надо мама вот уж и музыку выключили слава богу с какого с четвертого раза сделала зато сохранили спасибо просто потрясно вилл да вообще спрашивают серьезно я катался на последнем в мире дети что может быть круче так я забыла поминали вот этому я уже даже в принципе понимаю по какому принципу и это все работает прекрасно теперь идем на сюда лучше я так понимаю когда мы будем уже ближе к этой горе собственно нам начнут все очень сильно мешать а надо же сначала достать эту а это не то окей и типа надо сюда запрыгнуть а нет не падай не падай пажа извините я забыла а так не падай я тебя прошу прекрасно все думаю почему мы никогда не встречали других есть что с ними стал он же последний мне жаль все в порядке я просто любопытно подождите а нам наверх а зачем подождите подождите а вот это здесь зачем если я это вот сделаю так что будет ничего не будет я же могу отсюда и метки я зачем только нам это надо нам вроде сюда как красиво тут только непонятно туда короче нам надо где водичка так вот еще раз ускоряться вот так ледяной шар удерживайте рт так кидайте ледяные шары в воду а действительно но ты каламбуре есть конечно это не входило в наши планы ладно давайте заново как он как-то очень далеко просто прыгает куда вы пытаемся добраться как ледышка куда мы пытаемся добраться ладно может туда там ничего нет может быть в водопад заморозьте водопад а чьи куда же открыла я кстати не посмотрела стоит с той серии мама часто рассказывала про орна полубога брата аниви про то как он прокопал долины фрейдорда а потом создал снег чтобы все присыпать как посыпка на дороге вот каково это создать снег из ничего а мы зато играем снежки когда хотим так и да подождите почему так далеко стал прыгать он уже до этого не так далеко прыгал правильно я понимаю что нам сюда возможно я не вообще ничего не понимаю куда мы собственно идем нет нам вообще не сюда нам надо вон на стену а ну значит нам надо просто опять водопад заморозить вот и тут ой молодец вот теперь нам надо наверное на бережок правильно да помнишь татуа анивии которая заросла темным ледом может поэтому ледяные волки взбесились не из-за статуи а из-за темного льда помнишь на волках черные штуки на вид то же самое мама всегда говорила что темный лед очень опасно но если это правда темный лед то дело плохо так гляди колокольцы наталь с ними можно разучить песни оу сыграйте по нотам ой ой не то ой это вот а вы открыли новую строфу песни эти строки вообще-то про это место здорово что в песне вспоминаю тех кто ушел навсегда интересно кто они приходите а где вот этот дневник да что открылось нам тут новое почитать интересно песни льда это мы знаем истинный лед темный лед кладбище первая строфа прекрасном краю что давно позабыт они ве и памятник ветхий стоит там девочка тихо ступая на снег фрильорд вспоминает которого нет и тех имена кто ушел навсегда не песни не рассказы не исчезают без следа у меня почему-то слезы навернулись опять что такое ты где ты играю она что собирается делать со мной не понимаю лишить меня воды в организме может устроим привал прямо здесь но давайте красиво вот он уже привалился разве давайте так чтобы не работе над своей песней она про нас не обнимемся жаль почему все время одна и та же подсказка выскакивают мальчик из племени на тай мы поняли вилум я придумываю песню нас сыграть тебе подтверждали ты сказал ты придумал я здесь причем а его на неправильно он танцует ой а я закрыла нуду собой о божечке умираю хвалит спасибо и я знал что вспомню меня мама научила мы с мамой раньше часто вот так сидели песни да она такая всегда была да давай пожалуй ты прав знаешь пока я ищу сердце синевы кажется будто она рядом почему-то согласен мама сказала найти сердце синевы и я найду спасибо хорошо что ты со мной я не могу мама расскажи про сердце синевы что ты хочешь знать зачем оно вообще нужно это такое оружие да вроде того ухо лично верно меня никогда не учили драться на мечах это не меч сердце синевы этот торчит там свечу когда приходит ночь и трещит мороз что мы делаем разводим огонь именно мы отгоняем тему из дужу цветом и теплом так и издавна поступали над а вот это ну ну и есть сердце синевы огонь что тьму рассеет свеча что ночь пронзит мам вечно ты так как так вечно уходишь от ответа хочешь чтобы я догадывался сам так ты большему научишься я бы узнал больше если ты мне рассказала ищи крылатую гору ну 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 там ты обретешь ответы что случилось а это как раз это разбойники напали на той наш лагерь что случилось это ему с ним есть кто-нибудь они кочевники поэтому видите у них все домики на колесиках не кочевали мама куда она убегает подожди меня а это как раз номер свет мама я тебя слышу огонь что тему россии я уже близко найди сердце синего и исправлюсь словарь обновлен грустные сны дождитесь первого сна она полила сон просто сны этого мальчика страшны тьма прячется прямо под поверхность страх оказаться слабым страх потери я могу долго прятаться в снах смертных существ но мальчик и его дети одиночки в тайной краю что мне так знакомо они ищут волшебный предмет нечто под названием сердце синего я уверен что он как-то связан с магией ети которая создает истинный лед тот самый лед который давным давно спас этот мир он нужен мне снова иначе беда я не пойму она злая или нет стена истинного льда скоро рухнет днем становится все глубже и там за темной стеной ждешь ты мой заклятый враг бездна если прорвешься то поглотишь мир всему настанет конец но этот еди станет оружием против тебя и я направлю его в цель подожди еще уду то есть у нее вроде как цель благая она хочет как бы пожертвовать ради этой цели героями нашими правильно понимаю фрильорд суровый край на самом севере в лорана где а я это читала в словаре ночи здесь долгие зимы холодные а войны не прекращаются никогда но живут здесь и чудные племена вроде на тай но это если вы не смотрели прошлую серию можно ее пересмотреть между прочим вылезти вилун юберный театр я чем их снежками буду раз этого где он я могу уворачиваться и снежками в них кидаться но это урон уже нет и вот он ну все вам жопа все поехали это было мы еще и восстановили хп что как мы это сделали ты чё ты чё вот так то вам и еще и сюда как они столько анимации придут и мы после этих комбо опять восстанавливаем хп ну то вообще нормас мой ой 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 блин не успела увернуться используйте мощную атаку я забыла как использовать мощную атаку вот уж действительно вот сейчас интересно как мы выдадим очень просто да что ж такое мама аж как это он его позвал это браун защитник фрейлорда величайший какой харизмат познакомьтесь с браумом приветствует что привело вас здесь дикий фрейм где-то мы в ринку болтать мы ищем сердце синевы может ты знаешь где мама говорила она у крылатой горы браун такого не знает сердце синевы так крылатая гора пойдем за мной пойдем фигеть у нас за крутой братан теперь есть а за него можно поиграть я щеку жаре мы знаем где гора подождите я еще хочу почитать крылатая гора исполинской сооружений из льда и камня напоминающие формой богиню анивию что находится между раскрытыми крыльями скрывает волшебная метель говорят много столетий назад в исторический для фрильорда миг эту гору возвела сама аниве так браун этот храбрый герой странствует по фрильорду и без устали сражается с любой несправедливостью даже самой незначительной если когда-нибудь в этом краю вновь воцарится мир браун уйдет на покой и начнет разводить паро самых милых пушистых эти его чубрики так чушь нового там три было чего-то а лагерь ну ну в этом лагере когда-то жил ну ну ему больно вспоминать что здесь произошло когда на лагерь напали разбойники пропала его мать лайка мальчик решил отыскать ее любой ценой все остальное мы все знаем из плохого туда никак не попасть нам надо что нужно так это жаркое для героев живо интересуется я тоже давайте мамина еда всегда волшебная малыш но по-другому нет просто пока мы едим рагу будет время подумать как нам справиться с метелью а из чего это мудро достать все нужное браум из ловит гигантского кабана найдет овощи во тьме пещер и заборит смерть червя для подливки дело нехитрые приключение а что нам делать ты и гигантский пора пойдете за котлом он заброшенном лагере ниже в долине котелок и все а мясо исполнишь его юный герой да да наверное точно когда все закончим встретимся здесь и и расскажем много невероятных историй а вперед множество историй не кожа желаешь расскажу какие же вы пупчики ты чё так засомневался ты думаешь мы найдем котелок серьезно котелок рагу конечно поможет нам пройти через метель почему а вот элнуки самый распространенный во фрильорде домашний скот элнуков держит не только ради пищи уже много столетий они помогают людям выживать в этом холодном краю благодаря густым меховым шубам элнуки переносят даже самую лютую стулу только один один обновлений какой-то более геройская ничего страшного всех накормить это тоже дело знаете мы когда мы когда на стримах играем форест у меня всегда цель всех накормить я заготавливаю еду потому что взять и погибнуть в лесу не от каннибалов от голода но это пипец фиаско туда залезем заходить кстати на стримы между прочим на ток древние краги оживленные магией каменные исполины нераспространенные зато сильные очень восприимчивы к музыке сыграв крагу подходящую мелодию можно ненадолго его приручить песню так глядите и учитесь все он наш просто при краг с но а что это теперь делать я же теперь не даю что делать его может надо сюда подвести и потом через него залезть да он встает сюда чтобы мы могли залезть подкинешь нас братка при краг с но вот я тоже опусти меня пожалуйста ага и тут значит мы сейчас найдем ктелок что-то уже не видел с тех пор как да точно и все-таки лагерь на тай так пустой лагерь на тай в неизведанной части фрильорда ну ну с вилумпом обнаружили его случайно когда отправились выполнять получение браума лагерь разбили не слишком давно не больше двадцати лет ладно не больше двадцати лет назад ну ну помнит много сказаний но этот волшебный край не упомянут ни в одном сказаний имеется ты опять уже кого-то сожрал углонись пожалуйста мы сейчас будем есть кто стреляет ты стреляешь я тебе когда снежком вот я так и не посмотрел с прошлой серии блин попасть вон хватит стрелять птиц видишь надо сходить поглядеть вверх она это вот моя любимая анимация так погодите они наверное может быть они будут прибывать пока вот эту штуку не уничтожить они может прибывать будут что-то я не знаю а да вот все кто хотел сказать что я не заметила чтобы нифига вы чё вытворяете здесь надо прям да вот это вот вот это делать надо да потому что хоть хоть восстанавливаемся потихонечку вот еще огнестрел будешь мне даже для этих разная анимация придумана нет это не потому я их разбила зачем не знаю пойдем хватит стрелять этими они опять и выросли зачем я их уничтожила может это чтобы можно было типа лопата да нет это точно лопата пойдем посмотрим те не интересно что не понял это портал чешу это такое а чё так так тихо тут у вас что случилось ого что это было и вообще мы в преисподней в какой-то где это мы да это ускорение я бы не сказала что сильно увеличивается скорость сбега жалый жарко конечно на нем он какая шуба погляди здесь о здесь можно наверх а нам наверх там просто был еще проход вон туда может просто хотя бы поглядеть да ладно вам чуть-чуть чуть-чуть это что лава во фраль йорде мы видимо где-то глубоко по земле да как мы сюда попали почему это лопата это портал что происходит тут вашем мире тебе так жарко можем сбрить с тебя чай с шерсти фига пацан жжет а я не хочу на такое смотреть это называется живодерство в некоторых странах карается законом никогда не видел столько лавы но если подскользнуться будет не то же что упасть в простое озеро в курсе осторожно друг мальчик замечательно кстати озвучивает прыгайте на платформе чтобы проплыть через лаву что значит проплыть через лаву а в этом смысле о май гарабу а какова макал конечная цель мне наверное надо вон туда я в какую-то не ту сторону поехала или нет вон тут нет отсюда мы пришли да никак не попасть там нет такого а куда же мне надо допустим вот сюда я могу вот это разрушить хрен вот оттуда мы пришли че ты ржешь а вон туда нам шоя мы чуть не зато весело действительно главное чтобы вам было весело мама зачем меня так пугать так да я тоже слышу ритм что надо звучит как 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 кирка какая-то или мол кто-то тут что-то кует ускоряться здесь нельзя вон там вон там что это там на вид большое и страшное может поищем другой путь да нет ты же сказал тебе веселье надо вот пожалуйста а или это мы как раз или это мы как раз пошли по другому пути вон там он так мило пытается его срочать понятно это же орн не верится тот самый орн что это тот самый орн фрильордский полубог кузнечного дела брат анивии он создал снег прорыл долины и выковал горы Фрильорда. Орн – лучший мастер Рунтерры. Превыше всего он ценит уединение и спокойствие. Все свое время он посвящает ремеслу своей кузнице. А что про Натай? Кольчевое племя сказателей и певцов, известное любовью к старинным преданиям. Их творения радуют жителей Фрильорда. Как и Йети, Натай почитают Анивию и зовут ее матерью Зимы. И в этом племени родились Нуну и Лайка. Ничего нового это. А то что такое щеное. Подождите, слушайте, но написано, что он любит уединение. Может быть мысль в том, чтобы к нему не подходить, а тихонечко у него что-нибудь тибрить и уйти, не написано было, что он очень сильно ценит котелки. Котелки он ценит не очень сильно, а вот уединение, да. Но как будто бы все-таки, мне кажется, как будто надо к нему, да? Планы горных глубин встречи Орна. Эй, извините, я тут. Он не слышит. Помоги-ка мне уже, Билл. Пришлые. Не люблю пришлых. Вот. Как вы сюда пробрались? Это все лопата. Точно, я думал, она сгинула. Нельзя трогать чужие вещи, слыхали такое? Простите, мы больше не будем. Но... Та лопата или совок забросил нас сюда. И... В общем, ты же Орн. Ты величайший кузнец во всем Фрайорде. Ты прокопал долины и создал весь этот снег. Примеслеты безравных. Для тебя нет невозможного. У нас тут редкий случай. В тебе есть огонь, дитя. Нет. Не совсем. Только Искра. Да я бежу и маленький. О Нивии. Любопытно. А, да, конечно. Так это, Ммм, Орн. Нам нужен котел. Для друга. Может, есть какой-нибудь, который не жалко? Или можно даже смастерить его для нас? Пожалуйста. А мы тебе сыграем на флейте. Не согласишься даже ради последнего ети его друга Натай? Нет. Ну вот, и что нам теперь делать, дружище? Можешь сделать сам. Еще что я сделаю сам? Можешь огонь, металл на расплав. Мощный поддув для пламени. Покажи, что можешь. Искреныш. Вот, обзываться? Не круто. Ты че такой довольный опять? Итак, мы должны разжечь горн, загрузить металл и закачать воздух. Все просто, да? Да офигенно просто. Подождите. Дом горнила. Обитатель Орна. Вытесненная... Вытесанная... Вы, обитатель, вытесанная, в толще горы. Здесь установлен огромный горн в форме бараней головы. Внутри него ярко пылает пламя. После битвы между Орном и Валибиром, изначально выбранное место было уничтожено извержением вулкана. Впоследствии Орн снова отстроил дом горнила в его нынешнем виде. Ничего нового, да? Я буду все время листать. Очень просто. Огонь есть. Металла не вижу. Вообще пока не понимаю, что от меня хотят, но я разберусь. Я и в прошлый раз тоже ни хрена не понимала. Эй, Орн! Это что? Вон, рядом с горном. Тени рубильник. Сам увидишь. Какой рубильник? Вот этот? Миха должны раздуть пламя как надо. Ага. Они соединены с колесом наверху. Каким колесом наверху? Что ты несешь, малец? Я вообще не понимаю, про что ты говоришь. Вроде противовесы должны открыть эти дверцы. Какие дверцы? Конечно, открою. Ну, я думаю. Хватит негатива. В натуре. Хватит негатива. Давайте больше объяснений. Допустим, я залезу сюда. Ага. Тут можно запрыгнуть. Или не можно. Странно. Почему не можно сюда запрыгнуть? Интересно. Наверное, с этой стороны просто надо. И там? Я же говорил! Эм. Ага. Ааа. Нет. Вот. О, нет. Постой. Кто что-то понимает? А что вот это за значки? Ромбик, квадратик и вот эта ленточка. Они просто подряд. Типа так открывать? Ну, так а по логике тогда. А. Я ничего не понял. Ладно. Теперь меха работают сами. Легкогер. Все. Поняла. А что, как справилась у нас? Так. Супер. И эта штука работает сама. Куда далее? Я, наверное, на ту сторону просто теперь. Блин, конечно... А, ты как считаешь, Фил? Сколько ты турн убил времени на постройку? Думаешь, я закончил? Наверное, надо вон туда попробовать по лестнице теперь пройти. А, нет. Не волнуйся, все будет путем. Аккуратно. Я же сказал. Прости. И что? Я что-то сделала. Появилась часть лестницы. Наверное, я теперь могу куда-то... Нет. Что? На ней долго еще нельзя тусоваться, походу. Нет, погодите. Тогда лучше не с этой стороны это делать. Тихо, тихо, тихо. Допустим. А еще дадите такую штуку? Угу. Так, я такая спрыгиваю. Нет, нет, нет. Вот. И что? Далее. Ага, поняла. Вон туда теперь. Что это за запах? Это что? Паленая шерсть? Да, я вообще-то... Да я пошутил, друг. Так, тут, наверное, надо разогнаться. Быстрей, быстрей, еще быстрей. Вот так-то. Блин, ну какой же он пупсик пушистый. Такой клеммый. И, кстати, в этой вот историю, которую мы прочитали, изначально он был не таким вот милым. Он выглядел не так, он уже начинал дичать. А вот как бы фантазия мальчика его, можно сказать, превратила в такого... Есть легкий способ! Пупса. Подождите. Чешо. 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 Мы вообще не бедокурим. Я вообще делаю какую-то фирму. Так эти штуки вертятся. Не штучки, стыки. Подождите. А на что это влияет вообще? Так эти штуки вертятся. Так надо же сначала пустить вообще в целом... Ну, вот этот металл расплавленный туда. И, видимо... Аааа! Чуть не умерли. А че, не можем мы так забраться? Подождите. Ага. Ано отсюда. А куда оно должно? Нужно просто найти верный путь. Дэээ. Ща, подожди. Да, по-моему, дальние вот это вот вращало, эти штуки. Вот так! Маширот готов! Да, все, готово. Оно будет вот здесь. Да, должно все быть окей. Да не надо, нет! Вот. Опа, опа. И приводит он прямо в горы! Еще дождь. Что дальше? А я не знаю, что дальше. А я не знаю. Ребята. Я не знаю. Нам куда-то надо по вот этой лестнице, что ли? Или че? Мы же зачем-то там открыли какую-то лестницу. Обгоним ветер! Но непонятно пока вообще... Куда мы его будем обгонять? В котором направлении нужно обгонять ветер? Сюда? А, нет, здесь мы отсюда как раз и пришли. Можно было это все не обходить. Неудобно ускорение работает. Надо постоянно... Ну, либо у меня такой джойстик этот... Тугой. Ну, типа, надо прям сильно жмакать. Так, ну и че? Это значит работает. Что-то там раздувает. А куда дальше-то? Я, вроде бы, тут везде походила. Вот тут походила. Только он больше никуда не надо. Ну, в смысле, никуда не надо. В смысле, здесь не куда идти дальше-то. Непонятно. Может быть, нам надо вернуться к этому чуваку? А, он вон там наверху. Нет, мы к нему не можем попасть, потому что он нас сам только должен будет поднять потом. Подождите, а куда же нам? Ага, шо это? Ну что, делает искры? Это запальник. Запальник? То есть, им ты огонь зажигаешь? Круто! А-а-а, прикол! Прикол! Ага, это надо быстро делать. Короче, надо до красного. Оно до зеленого дойдет. И мы как раз прыгаем. Блин. Не успели. Думаю, нужно что-то посерьезнее, Вилл. Недумевает. Такой, как же так? Я такой сильный Йети, я че не могу? Да давай. Блин, а как же мне так сделать? Вот. Пойдем. Надо встать на эту вот эту. Он сам снизошел до нас, можно сказать. Эй, Горн, гляди! Получилось! Только вот... Кажется, Горн как-то не так работает. М-м-м... Ясно. Да. В целом, неплохо. Вроде бы... И что мы сделали не так? Ничего. После такого простоя, Горн как следует... прогреется. Месяцев через пять-шесть. Пять-шесть? Что? Да ладно! Ну, должен быть способ и побыстрее. Да. Офигеть. О-о-о-о! Вот. Огонь достойной кузницы, в которой он горит. Итак, котел или что? Котел. Все же поможешь нам? Да. Но не так быстро искренешь. Чтобы сделать котел достойный Орна, нужны особые материалы. Материалы... Необычные. Не волнуйся, Орн. Мы во Фраль-Йорде каждый уголок знаем. Да, Велум? Нет! Что ж, слыхали о плодах Тихоники? Эммм, Велум? Тихоника растет только в одном месте. В крепости. В крепости? Вроде дозорной башни? Вроде замка. Искрёныш, найди плоды и принеси мне. Легко. А что еще? Раз знаете каждый уголок, то и про Келуреля слыхали. Эмм, ну да. Что-то знакомое. Напомни, как его... Эмм... Келлер... Келурель живет в ледяном саду. Узнаете, как увидите. Мне нужен подарок от него, чтобы выковать котел. Тихоника и замка? Подарок от таинственного Келуреля. Ясненько. Добро. Ступайте. Добро. Ну, я думаю, мы с вами этим будем заниматься уже в следующей серии, потому что как раз нас тут сохранили, а предыдущая была чуть-чуть длиннее. Как раз этот... Нивелируем этот моментик. Короче, я не знаю. Я бы еще сидела бы... Мне кажется, вот если бы не надо было на серии делить, я бы просто села и за один день ее прошла. Там, по-моему, она не очень долго проходит. Около шести или семи часов. Но это просто... Это очень мило. Это очень увлекательно. Это мне еще навевает постоянно какую-то ностальгию по игрушкам из 2008 года. Каким-то моим любимым. С этими головоломками. С бегом по каким-то штукам. По прыганьям по платформам. Лазанием по стенам. Лара Крофт, короче. Кто меня давно знает, тот давно знает мою нежную любовь к этому персонажу. Короче, теперь в эту копилочку добавляется, видимо, еще и эта игра, в которую я... Ну, я, конечно, не знаю. Я все время в восторге от игры в начале, а потом в конце сижу, плююсь. Но пока мне очень нравится. И пока это похоже на игру, в которую я буду переигрывать потом очень много раз. А вы? Вы бы переиграли в такую игру? И пишите сколько раз. Мне очень интересно. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.